Где Хидибю? 20 раз пролистываю. Полетели, пацаны. Друн-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Да какой Людовик там опять образовался, родился, лунтик хренов. Откуда ты взял? Ой, дезертиры у меня уже пошли. Эй-эй, какого лешего? Нормально, супер, замечательно, великолепно. А чё не предупредили меня? У меня уже 4... Это ё-моё, 4 чела по минусу. Так, пошли боевой дух формить, ещё этого мне не хватало. О, здрасьте, приехали. Спасибо. О, друг мой, ты скучал? Хе-хе, я тоже. Всем привет, друзья. С вами я, Одинокий Снайпер. И сегодня у нас Steel'n'Flash, записывается который, правда, у нас на Волтер Тайлер, там что-то у нас бомбанул. Записывается который на планшет, поэтому звук тоже с планшета, микрофон тоже с планшета. И слишком громкий звук с планшета. И, возможно, ребят, звук будет хуже, что, скорее всего, чем с компьютера, потому что, ну, микрофон планшета, из него многое не вытянешь. Да и отдельную звуковую дорожку тоже не сделаешь, чтобы подправить. Мне вот тут, в прошлый раз, я помню, отбили Дрезденский замок. Так, и что-то у нас тут веселуха какая-то намечается. Тут сидят уже какого-то лешего тричейка, как будто я им что-то помешал. Чё этот Волтер Тайлер делает? Так, друг мой. Друг мой, вы захватили Агезборг. И чё мы там делаем? И где мы там находимся? И чё мы тут? Где этот Агезборг вообще? Так, угу, великолепно, мы захватили Агезборг. А Волтер Тайлер, он догадался, Волтер Тайлер, наконец-таки, у нас с вами пойти в Дрезден. Мы продолжаем захватывать деревню. Это основное прохождение, если кто не понял до сих пор, хотя по мне, как по мне, это уже видно, это уже понятно. Давненько не было основного прохождения, и мне кажется, уже мало кто помнит, чем и как всё закончилось. Давайте бы конём на Ланик. Вы захватили Куси. Чё там происходит у меня вообще без меня, ребят? Захват чё лагает? Чё зависло? Эй! Этого мне ещё не хватало. Заходишь, значит, в игру спустя 20 тысяч лет, а оно у тебя берёт и зависает. Во! Спасибо, спасибо! Спасибо, что великодушно отвисла, господа, госпожа Игра. Очень рад. Что насчёт компьютера? У меня на компьютере моё прохождение за мятежников. Опять Монгольская империя атаковала Смоленск. Которая, собственно говоря, не проспавнившийся там лорд за меня, до сих пор за монголов. Да я в курсе, что все устали, всех отжирать, а мы бы конём на Ланик. Вот так вот. Что я вообще хотел сказать? Вот меня вот сбила эта завесулька, подвесулька. И ничего не получилось. Ага. Великолепно. То есть, нас тут ждёт тотальная расчехлялова. А ничего ж у меня катапульт нету. За основное прохождение я вроде их даже не закупал. Да, у меня там воины света, воины добра, за мои солдаты собственноручно созданные. Но что-то я не вижу большого толка от них, если у меня нету катапульт, который может раздолбать вот эти вот штучки великолепные. Под названием башни стрелялки, которые досаждают меня уже на протяжении долгих-долгих лет, а точнее всего времени игры в Steel'n'Flash. Окей. Будь как будет. Ага. Бах. Поехали. Господи, как я давно не играл в Steel'n'Flash. Я всецело, чисто... Поглотился Маунтом и Блэйдом. Маунтом энд Блэйдом вторым. Давненько уже даже от механики отвык этой игры. Как только я, мне кажется, в поле появлюсь, я там буду так конкретно отсасывать. А шо, ребята, такие разваливающиеся? Давайте остановим копейщиков, чтобы они тут урон не ловили лишний вот от этих башен. Ага. Вот, нашел, наконец-то, челика, который не разваливается. Им займемся позже. Сначала уберем тех, кто мне мешается. Этого элитного еще успеют забрать, а вот мне сначала нужно... Не, кстати, мы их довольно быстро разбираем, несмотря на что. Несмотря на башни, не башни. Разбираем мы этих дурачков довольно быстро. Этого элитного тоже... Ай, блин, в жопу воткнулась стрела. И не такое бывает. Бывает стрела в колено, а бывает стрела в задницу. Вот, что хуже, я даже не понимаю. Опять элитного нашел, но его сейчас тоже раздолбят. Вот один уже кончился. Один у нас уже элитный кончился. Поэтому ничего, собственно, страшного в этом нет. А катапульты я загрел совершенно не туда. Смогут ли мои четыре несчастные катапульты разнести эти все вашни? Я очень сильно сомневаюсь. Мне кажется, мне придется добивать эту крепость автобоем. Хотя мои ребята невероятно неплохо справились. Просто круто, просто великолепно и просто замечательно. Вот мои лучники уже вплотную подошли. А мне кажется, не придется ничего. Ни автобоем, ни кем, ни ничем, ни другим. Или все-таки отступить. Да нет. Мне особо потери не нужны. Вот что я вам скажу. Мне особо потери не нужны, пока мы будем хреначить лучников. Все эти четыре башни со всех фронтов наших внутри крепости поразносят. Поэтому это не очень хорошая идея. Я просто возьму и добью без потери автобоем. Все. Возьму какой-нибудь меч, голову с плеч. И все. И до свидания. Без потерь. Казимир. У меня военачальник. Казимир Справедливый. Чего-то там забыл. С кем-то там уже цпанулся. 50 человек. Мы захватили очередную деревню. Где мы эти все деревни захватываем? Бог. Один бог-свидетель. Так, окей. Ну, мы тут что-то... А что это? Арге-бам у нас внезапно мятежный стал. Давно это было. Так. Патна. Патна жива пока. Патна пока жива. И это хорошо. И это великолепно. А Гизборг живой. Лондон надо бы атаковать. Да и вообще, пора бы англичан немножечко проучить. За их самодеятельность. А. Недолго музыка играла. Недолго Патна, блин, жила. Окей. А в Патне, по-моему, же военачальник индийский, если я не ошибаюсь. Ну, Делийский, точнее. Ага. А Византийская империя начала грызть мне какой-то порт Потанский. Потанский порт? А так где вообще? Это... В Индии. Порт Потан. А, вот он где. А Византийская империя не обурела ли? Так далеко идти. У нее вообще-то здесь должны быть угодья. Так. Надо бы наших загреть. На Мюнхен. За военачальником. Потому что... Потому что надоело. Серьезно. А для нас есть ли жертвы, крепости и так далее, которых можно покусать без вреда? Нет. Пока нет. А раз нет, значит, будем... Значит, мы захватили очередную деревню. Да. Насколько сильно советник у меня сейчас сидит бомбит, наверное? Ну, очень сильно. Мы захватили Шлозбург... Шлозбург... Что с дикцией? Шлозбургский порт. Внезапно. Я вообще сегодня ничего не делаю. Пацаны сидят захватывают. Я какой-то ланик. Отнял и все. А Хорик что подзавис? Нет. Хорик проснулся. О, корабли куплены. Внезапно. Так, брод, драть тебя в рот. О! Нифига себе. Пацаны там в Соло что-то захватывают. Мне вообще на все наплевать. Давайте и сам Шлозбург тоже захватим. На самом деле... Дрезденский замок у меня в приоритете бы. Неплохо было бы. Что именно Дрезденский замок. Здесь я не хочу. Мы захватили деревню. Мы захватили деревню. Ага. А Византийская империя там что-то... Что у меня вообще творит Византийская империя? Порт Потан у меня сейчас развалится. А кто там такой... Кто там такой... Наглый, что фаляк... А фаляк. Фаляк, оль, а флаг атакует. Там же довольно много-много-много-много народа. Монголы... Монголь... Монголь... Монголы атаковали Козельск. Угу. Весело. Это какой-то размен очередной. А что у меня сегодня с дикцией? Я понимаю, конечно, что 2 часа ночи, но... Но все равно. Меня это немного смущает. Во, ребята! А давайте-ка на... Византийцы уже слож... Шелосбургский порт мне... Нифига себе, ребята, быстро принялись. А где этот Шелосбургский порт? Во! Правда, они сейчас сольются. Где мои? Чего они сидят, бегают? Так, а давайте я тут народ соберу. Армия. Сто процентов собраться здесь. Вот. Пусть попомогают немножечко этим... Несчастным. Так, мне это вообще что не нравится. Шелосбургский порт мы отдали уже. Фалаку-ля-флаг. Отгребает. Порт Потан улетел. Так, давайте, пацаны, немножечко этоготь. Ага. Но зато мы захватили сам Шелосбург. Тут вообще какие-то у нас с вами эти... Темки, мутки. Замутнянки. А почему никто не атакует? Совсем же рядом. А, ладно. Ладно, ребята, собрались. Ребята, напились. И я в 200 тысяч в плюсе. И вот эта вот дурацкая дань, которая не отменяется. Ладно. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Нифига себе у мятежников владения. Вы посмотрите. Так. Где мой Дрезденский замок? Ну как мой? По праву он мой. Вот он. Чпоньк. Вперед. Дрын-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Вот, 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 вот. Пацаны. Хорош. Лучшие. Во, во, во. Откуда они все летят? Кейкубат. Здравствуй, друг мой. И Дрезденский замок снова наш. Ух, нифига себе, ребята, вас тут. Так. Хорошо. Великолепно. Замечательно. Что, отгребает у нас фалак а-ля флаг? Довольно сильно. Не знаю, кто там за него прицепился, но я бы на самом деле... Ээээ... Блин. Барахул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там ребята развлекаются. Я бы на самом деле на Мюнхен бы быканул. Он далековато, правда. Ну вот, Кейкавус, Кейкавус, мне сказали, правильно читается. Внезапно. Читаю я, значит, комментарии, мне говорят, Кейкавус правильно читается. Я такой, ну нифига себе. Вот вы знали, что правильно читается Кейкавус? Я тоже. Был там какой-то у меня в комментариях знатный человек, сущий историю, видимо, знающий. Настолько знающий, что он представляет, как читать имя этого полководца, короля, в данном случае, турецкого. Хотя кто там у турков? Султан, наверное. Турецкого султана. Так, так, давайте. Чтобы не привлекать излишнего внимания, мы найдем у Монгольской империи в их обширнейшей территории Мюнхен. И начнем на него быковать. Так. И где? Вот. Собраться здесь. А зачем? Можно и без Мюнхена было собраться здесь спокойно. Клейберг ко мне не пошел. Фалак, Оль, Афлак. Перестал огребать. Что мне тут в деревне погрызли все? Молодцы, конечно, ребят. Патна улетела у нас с вами. Благо. Как это называется? Фу, а мы захватили. Как это слово-то называется? Благополучно. Во. Англия атаковала Штанев. А Штанев-то где? А Штанев-то здесь. Окей. Великолепно. Пусть пока наш собирается. Может, я еще успею Штанев задефать. Хотя. Хотя он настолько сильно огребает, что я его максимум, что смогу сделать, это перезахватить. Не, давайте остановимся на конкретно Мюнхене. Все это мы потом себе вернем, то, что от нас отгрызло. Главное, чтобы Хлодвига... Нифига себе, Штанев отлетел в 2 секунды просто. Обычно там по 10 человек отлетает. По 5, по 10. Задолбали монголы. Что по Козельску, кстати? Козельск, кстати, жив остался. На... Если уж на это пошло. Во, я пока людей тут собираю. Мне по кайфу. А этот куда? Бушар де Вандом, это мой, наверное. Мой клиент. Мой англичанин. Который жил в Штаневе. Но его немножечко убрали. Надеюсь, наши не отвлекутся на него. Сказал я. И тут же понял, что половина пошла в Мюнхен. Половина пошла к этому Бушару несчастному. Надеюсь, ребята быстро передумают и пойдут помогать своим. Да хорош. Деревни все эти отгрызанные римлянами, византийцами мы захватываем. Нафиг мы деревни захватываем? Во. Так, не понял, почему Ярослав этот улетел? Ингварь Ярослав, Ждефрикоп, Сковский Давмонд. Ладно. Ребята закусились. А, еще один пришел. Ребята за Мюнхен закусились. Так, что у меня тут в этих фитхи? Почему мы до сих пор не можем захватить фитхи? Потому что я Кейковуса гоняю у себя, вместо того, чтобы его направить на этот фитхи. Окей. Окей. Надо давить Англию и вот эту вот часть. Хидибю, например. Сюда бы вот направить народ. Пока они тут захватывают. Мюнхен, между прочим, они уже почти сгрызли. Мятежники собираются на мой Дрезденский замок. Окей. Будем, значит, дефать. Будем дефать. Пусть кто может те дефают. Да что ж такое-то, а? Так. А давайте сделаем так. Атакующие пусть пока атакуют, а мы пока защищать. Вот он у нас как раз возник. А, это Анжерский замок. Анжерский замок, значит. В недавно захваченных, где-то внизу, наверное, должен быть, да? Нет. Только Дрезден. А, во. Здравствуй. Защищать. Вот. Пусть все, кто могут, его и защищают. Атакующие пусть атакуют. Мы захватили Мюнхен. А, великолепно. Теперь поехали в Кохэм. Бандиты еще. Нифига себе тут за Седунов. Самодольф приперся. Так, окей. Сдолбали Козельск бить. Еще один, что ли, не проспавший, не проспавнившийся в Козельске. Ой, блин. Я же пацанов немного дезориентировал. Я их дезориентировал. Они не понимают, что им делать. Защищать этот или атаковать то. Ну, ладно, сейчас вот у нас тут огромное количество ребят придет, припрется. Адольф как раз полетел на наш замок, или он просто обделался. Что мне не нравится. Очень много мятежников. Очень много мятежников. Так, давайте. Армия. Атаковать. Византийский. А, это мятежный. Это мятежный Кохем. Кохем. Не знаю, как его там. А, атаковать. Все. Пусть все, кто могут, тут атакуются. Во. Все. Англия собирается на порт Баргиби. А сильно нам это впилось. Давайте с мятежниками мир заключим. Я вот что думаю. Правда, куда-то надо деньги спустить. Я спущу их на катапульты. Переосун атаковала Козельск. А что китаезы забыли здесь? Ну, в принципе. В принципе, мне так и далеко до судового. Но все равно. Великолепно. Я воюю, как всегда, блин, со всеми. Потому что советник, это все советник во всем виноват. Опять жрать нечего. Сколько у меня боевого духа. Аюбиды оберляют мне войну. А сильно ли мне будет обидно от ваших аюбидов? Так. Так, я думаю. Давайте позаключаем. Хотя сначала надо с мятежниками мир заключить. Потом с кем-нибудь другим. Чтоб мне опять не предъявляли за агрессию. Так, окей, великолепно. Ой-ой-ой. Так, а где мой Кохем? Так. Рынок прода... Зачем? Осадное оружие. Пам-пам-пам-пам-пам. Все бабло в дом. Все спускаем. А, навозных животных вам надо купить? И где это я уже все позабывал? Рынок. Другое, разное. Да, навозные животные. Пам-пам-пам-пам. Все, кончились. А больше я тратить денег не хочу. Я вот на создание народа потрачу и все. Копейщиков, вот экспертов, которых почему-то нету элитных копейщиков. Уже сколько можно. Так. И дипломатия. Заключаем мир. Сначала с мятежниками. Да, 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 да. Потом со всеми. Вот, к примеру, к этим они бесплатно сделаются. Например, камапуля. Камапуль не хочу. Айны. Айны тоже не хотят. Длицы. Длицы хотят. Во. Так, ребята, а вы не разбегайтесь далеко. Вот с этими тоже. Заключаем мир. Все вроде с пирата. Пираты требуют бабла. Да вы что, обалдели что ли? Так. Так, наш пока разбегается. Сейчас будут, возможно, на Гогенцоллер нагрессировать. А я пока шлосбургский порт отобью. Не пофиг. Или это сделает за меня Уильям Гриндекоп. Да, друг мой. Он заметит, не заметит. А вот враги почему-то замечают. А он не заметил. Так. А, он пошел на Алвина агрессировать. Ну, великолепно. Ты мне еще тут солдат своих потеряй. Сейчас я его сам направлю на этот порт несчастный. А, точно. Надо же дефать этот. Порт шло... Как его называется-то? Господи, и где он есть? Вот, порт Баргебишный. Вот, пусть идут дефают. А этот... Мне некогда я... До сих пор бьется, что ли? Да, до сих пор бьется. Окей, друг мой. Теперь... Теперь... На тебе шлосбургский порт. Который у нас варварски отняли сейчас. Давай, полетел. Я в тебя верю. Что-то у англичан не особо... Во! А чего ты так отлетаешь, друг мой? А чего он так отлетает жестко? Всего 41 человек был в порту. А этот уже половину своей армии потерял. Так. Он вообще вывезет, не? Так, Роджер де Флор. Помоги ему хорошо, а то он какой-то у нас сегодня не в себе. Не в форме, да и вообще какой-то бесполезный. Помоги ему. А потом я отправлю тебя в Шатане. Или просто прикажу следовать за мной. А, смотрите, а мы дефаемся. Нам нормально. Вот мы и захватили шлосбургский порт. А мы дефаемся. Нам по кайфу. Мы уже захватчиков в открытую пошли бить. Значит, сразу после этого Англия атаковала порт. Красавчики, пацаны. Занашешь. Зачем ты на меня агрессируешь, ты? Дурачок. Не в моих интересах с тобой биться, потому что я отряд качаю. Так, окей. Ну, пусть. Сразу нахи дебил. Во, есть один уже. Вон там король как раз. А, там вообще Людовик сидит. Рогнер он как раз с поста свалил. Значит, самое время. Как только пацаны задефаются. Как только пацаны выйдут. Как только англичане успокоятся. Мы пойдем нахи дебил. Вот там народу сколько собралось, а. Так. Сейчас ребята успокоятся. Тут немножко вы посмотрите, что творится. Просто конкретная жесть. Они просто не успокаиваются. И что тебе надо? Фига, Людовик этот, как его называется? Индийский династия считает, что мой клан слишком большой. А Людовик какой-то борзый. О, все. Описался. Внезапно. А что это вы все тут на хидебю пошли дефать? Раз, два. Рогнер. Рогнер и Людовик. Что они тут позабывали все? Аладиль. А мы до сих пор что ли тут сидим? А, 2000 человек сидят копиться в порту. С кайфом. Окей, красавцы просто. Ух ты, сразу два. Мои солдаты просто продолжают меня удивлять все больше и больше. Так, Людовик свалил нафиг отсюда. Слава богам. Это, это вам вот надо с... Что происходит? Давай. Внезапно. Steel'n'Flash начал вот вести себя. Вы видите, что происходит? Внезапно Steel'n'Flash... А что, Рогнер? Мятежники, конечно. Они еще и бунт мне тут организовали в Карашаре. Это что, что мне надо? Где это вообще находится? Карашары, там анголы. Окей. А что Рогнер хочет? Рогнер. Я не знаю. Мы там что, с мятежниками бьемся? Или что там происходит? Мы же с мятежниками мир заключили. Рогнер. Ладно. Он умотал, да? А, нет. Великолепно. Он пошел на порт. Красавчик. Он пошел на порт. Мы его сейчас разгромим как раз. Пираты тут собираются на меня нападать. Слышь, пираты, дегенераты. Вам-то что еще от меня надо? Все, давайте. Полетели отсюда. Так, что там по Рогнару? Мы там собираемся. Мы его бьем. Нам там хорошо. Нам там вкусно. Нам там замечательно. Весело. Интересно. Окей. Здорово. Да е-мое. А хорошо наши тренируются, я вам скажу. Только нанял уже все и готово. И вот тебе элитные копейщики. Во всех их красотах. Все, Рогнар это мы. Да господи. Давайте его уже принимать поскорее. Четыре, пять тысяч человек у меня сидит в порту и ничего не делает. Рогнар еще убудряется кого-то убивать. Англия атаковала Мальборг. Супер. Замечательно. А что она тут забыла? Ну хотя, ничего она тут не забыла, потому что это довольно близко. Довольно близко. Давайте меня сейчас еще не будем устраивать. Я все жду, пока они наконец-то выйдут с порта. Канийский Султанат заключает мир с Польшей. Бесполезный клан заключает мир с Бесполезным. Нифига себе тут народу. Так. Собраться здесь. Ну прям сразу же. Че тянуть-то? Собираемся тут. Вот эти остатки улетают. И армия атаковать. Вот сейчас мы потихоньку у англичан выбьем первого короля. Причем не их короля, а захват. А где? У Англии так мало владений, что ли? А нет, я просто пролистнул. А теперь я вижу, что очень-очень много. Где Хидибю? Двадцатый раз пролистываю. Полетели, пацаны. Друн-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Да какой Людовик там опять образовался, родился? Лунтик хренов. Откуда ты взял? Ой, дезертиры у меня уже пошли. Эй-эй, какого лешего? Нормально, супер, замечательно. Великолепно. А что не предупредили меня? У меня же четыре... Это, ё-моё, четыре чела по минусу. Так, пошли боевой дух формить. Еще этого мне не хватало. Это вообще за гранью какой-то реальности. Так. Где, например, Мальворк? Мальворк уже нигде. Окей, пойдем, значит, агриться на... Что-нибудь еще. Пойдем на порт Ланик. Хорошо. Или снова на Мальворк. Что-то у меня боевой дух вообще падает конкретно. Так. Еда есть? Еды нет. Великолепно. Ща. Ща исправим ситуацию. Деньги есть. Паниковать не надо. Казимир второй справедливый. А, это не восстановитель. Я уж подумал, что у меня так... Дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Все дешево, все прекрасно. Теперь. Ждать и жрать. Ждать и жрать. Вот это залог успеха. Ждать и жрать. Так. Теперь. Продаем что-нибудь для того, чтобы бустануть боевой дух. Сразу же. Вот, к примеру. Вот, к примеру. Все самое-самое дорогущее из закромов. Просто вынимаем. Для пацанов ничего не жалко. 12 косарей. Ну, еще чуть-чуть 3 тысячи буквально. Вот. 15. Все. Ждать. И... Отряд. Даем ее. Информация. И сразу бух плюс 152 духа. И все. Сидим, ждем. Чтобы не дезертировали. А мы пока тут с хидибю разберемся. А я их потом куда-нибудь еще в другое место отправлю. Что-то у меня денег мало осталось. О, пацаны нажираются. Пацанам хорошо. Пацаны боевой дух копят. Ну, что, еще им давайте еды дадим. Еще еды. Правда, мне не хватает уже ждать. Все. Да что там Сюгун от Камапуля-то атаковал. Я, ну окей, нажал, не увидел. Ни херя. Ни хрена. Что-то Камапуля атаковала. Пофиг. Вообще пофиг. Мы вот порт Патан, по-моему, выбиваем тут. Или он так медленно растет. Я не знаю. Даровар? Здрасте, приехали. Они мне Индию пытаются выбить, я не пойму, что ли. Я сейчас Индией тоже займусь. Где этот Дароварт? Ага. Нет. Так и не увидел. Джаунпур вижу, Туглакабад вижу, Харашчергарад вижу. А где... А где этот? Даровар? Даровар, вообще-то, это Индия. А вон, 103 человека. Кто-то пришел в большой, жирный. И неугомонимый, блин. Неугомонный. Бакануть на Рональда? Тоже варик. Что там по духу боевому? Копится? Чуть медленно. Медленно боевой дух копится. Хидибю разбирается, кстати, очень быстро. Мы его очень активно грызем. Мы грызем его очень активно. Империя Сун таковала колонна. Какого лешего тут происходит? Это с Козельска мне сейчас на колонну быкует? Ладно, пофигу. Сначала мы должны родиться с Англией. Мы будем быковать на Англию. И нам пофиг на все. Мы разберемся сначала со всей Европой. А потом уже перейдем. Пусть там грызут Азию мою. Мне что-то, как видите, не особо это и горит. Если только будет угроза королям, будет прям прямая угроза королям, то тогда я прям направлю войска туда на защиту. И все. Да до сих пор дезертируют. Ты смотри на них, а. Еще минус 3. Смоленск еще атакует. Что там Империя Сун у меня за компанию военную против меня создала? Вот этих на них. А, все, до свидос. Денег больше нет. 8, 800, 5, 5, 3, 5, 3, 5. Нужный денег, чтобы мне солдат всех нанимать. Так, окей. У меня какая-то военная компания против меня. Минус Коломна, минус Смоленск. Просто сразу же. Я, значит, знаю, какими крепостями я сейчас займусь. Когда уже это даст несчастный король викингский? Рынок продать. Окей. Сейчас вот подадим вот эту, чтобы солдат нанимать. Немножечко хотя бы. И, конечно же, нет. Так, окей, полетели. А то у меня тут сейчас все рухнет просто. Мне нужно Козельск отбить. Мне нужно обратно Коломну отбить. Мне нужно обратно отбить Смоленск уже получается отбить. Мне... Какого лешего? Что там китайцы забыли? Просто сразу минус три крепости жрут. Осады никакой не было. Окей. Сплошная засада. Так, 10 человек в Хедебю. А, уже не 10. Окей, великолепно. Может создать военную компанию против имперцев? Или все-таки продолжать бы ковать на какой-нибудь... А поехали на Угенцоле. Поехали я... Пусть пацаны фоном мне византийцев гнут. А я пока отобью оставшиеся. Эти. Так. Катапульт у меня вроде хоть чуть-чуть побольше стало. А где? Где Кугенцолер-то? Вот он. Поехали, пацаны. А то мне сра... Ты смотри, сразу взяли три крепости, откусили. А смотрите, а зато вот этот монгол, который пролагивал, да? Который у меня... Не захотел за меня присоединяться. Сейчас он на изи за китайцев переспавнится. Ну, так всегда. Ахер ли там. Так, окей, великолепно. А, Смоленск мы перезахватили. Хорош. Просто лучший. Кто это сделал, не знаю, но... Давайте посмотрим как раз. Может, с помощью этого... Великого воина я... А, король! Конечно. Византийская империя атаковала Фетхийский порт. Ну, это было предсказуемо. Окей, давай, друг мой. Я хочу, чтобы ты атаковал... Чё-то у нас тут... Немножечко подофигели. Китайцы, давайте... Наведаем их... Наведаемся к ним... В колонну. Чтобы они вспомнили, что мы вообще тут сегодня... Существуем... А, тут ещё Илтутмиш что-то забыл. А что тут забыл Илтутмиш? А что тут забыл Чингисхан, Пыржемысл и все мои короли? Я же их сюда не триггерил. Окей. Раз они есть, значит... Тем лучше. А что они тут забыли? Окей. Чингисхан, Пыржемысл... Просто чисто чил королей. Короли тут сидят, чилят, пока меня нет. Это, конечно... Великолепно и замечательно, но... Так, а что там мятежник? Какую крепость у меня выбили? Карашар? Вот ты туда и пойдёшь. А, тебя туда не хватит. Мне надо Чингисхана догонять. А его хрен догонишь. Ладно, Пыржем... И куда ты на бандитов заагрился, дурачок? А, а тут Дуаньзунь гоняет, король китайский. А я-то думал. Так, колонна снова за нами. Бесплатный набор зачем-то сделал. Так, давай ты на Козельск пойдёшь. У нас отвалился, к сожалению, этот... Как этого пацана? Тут Миш зовут. А, по-моему, Аскар с королём я польским, по-моему, переборщил немножко. Ну ладно, он проспавнится немножко ближе. Всё, этот полетел в Козельск? Или он грабителем полетит сейчас? Вот. Собирается напасть на Джаунпур у меня ещё византийцы. Ой, византийцы, господи. Камапульцы. Кстати, Потан у меня пробили, Деравар у меня пробили. Как бы сейчас у меня не отлетели... Эти, как он называется? Византийская империя таковала Карса. Что у меня происходит? Почему меня так грызут на Изи? Почему они так наглеют-то все? Карс атакуют. Фитхи атакуют. Порт Фитхи атакуют. В Карсе 71 член. Бит Лис у меня улетел. Надо... Надо давить, мне кажется, сейчас кого-нибудь. Опять жрать нечего. А чё они по боевому духу? До сих пор, наверное, никак. Я же хотел в соло позахватывать. Сейчас тогда. Сейчас тогда поможем этому. Хоть боевой дух немного заработаем. У меня уже побольше катапульт. Надеюсь, на этот раз Чингисхан снабдит меня фаерболами. Он же типа король, он же типа крутой. У него же типа должны быть фаерболы. Я без понятия, правда, но... Но всё равно. Возможно, должны быть, по идее. И крепость ещё нифига не укреплённая. Но зато у Чингисхана нету этих... Осадных башен. Хотя у него и катапульт, походу, тоже нету. Потому что я же с ним атакую. А у него до сих пор 11 катапульт. Ноль осадных башен. И походу фаерболы ты мне тоже, друг мой, не предоставишь. Ладно, он хотя бы монголов мне предоставит. Монгольских элитных конных лучников. Что очень-очень хорошо. Это же элитная армия короля. Ну, значит, сейчас пробьём. Пробьём и на очень-очень-очень просто. Но надо решать проблемы с тем, что меня откусывают уже с двух сторон. Это с самого начала было не очень хорошее географическое положение у меня на карте. Меня грызли со всех сторон. Меня продолжают грызть со всех сторон. Но я потихоньку двигаюсь вперёд, что немаловажно. Я размениваюсь. Я размениваюсь. У меня плавающие границы. То есть я, если где-то теряю, то я где-то что-то тоже приобретаю. То есть это не упадок. Я не переживаю за своё государство. У меня, ну, за свой клан. Можно так сказать. У меня не уменьшается количество захваченных замков. А наоборот, у меня уже прибавился викингский король. Норвежский. Что немаловажно. И я потихоньку начинаю занимать позиции в Европе. Если я сдаю немного свои границы на востоке, то я их пополняю на... А что тут эксперт забыл? То я их пополняю на западе. А запад для меня сейчас в приоритете. Поэтому, ребят, вот такая моя тактика. Возможно, она будет для вас полезна. Может, вы просто разрываетесь между тем, куда идти, зачем идти, что атаковать, кого атаковать. И из-за этого теряетесь в игре. И из-за этого у вас такие проблемы происходят. Из-за этого вас жмут все и сразу. Из-за этого вы не понимаете, куда, что, с кем воевать. И что в приоритете. Может, у вас неверная расстановка приоритетов, и из-за этого вы теряете очень-очень много земель. Тут у меня повисла эта балда, которая мне сейчас на бошку может свалиться. Ну ладно. Конечно, ты пробьешь его в щит. Хотя я целюсь ему в руку. Так, окей. Тут одна пехота осталась, того несчастного обороняющегося лорда. И, конечно же, мой копейщик полетит на него в соло. Ну ладно, катапульты нам хелпанут, и мы их сейчас задавим. Все-таки не в соло. Как я сразу понял, подкрепление прибыло. Так, мы сейчас ребят немножечко проредим. Куда вывалились? А нифига тут армия, я вам скажу. Этот на меня агрится. Слушайте, а Стилланд Флэш в последнее время стал виснуть. Хотя, в смысле, кого я обманываю? Он всегда вис. Он зависал всегда, если ты играл не на компьютере. Поэтому я и перешел на эмулятор. Потому что на эмуляторе он не висит. У меня кто-то сдох. Мне кажется, это у монголов. Будем надеяться. Да, слушай, я тебя сейчас палкой тыкну. Тык тебе палкой. Кто это делает? Кто такой умный? Лученький, что ли? Да тык тебя палкой. Господи, на этой лагающей хрени. Прям невероятно трудно все это делать. Так, ну этот сейчас тоже я его съем. Этого я тоже съем. Так, все. В морг. Хотя, а в те времена был ли морг в средневековье? Возможно, какие-нибудь братские могилы, я хрен его знаю. Но, не знаю. Насчет морга у меня сомнения. Давайте мы щит уже расколбасим. Почему я в него не попадаю? Даже в щит. Просто куда-то воздух тычу. Кто это? Я что? Не хочу я воздух тыкать. Все, мы зажали его. Мы его задавили. Ура! Ой, какой уор стоит. Ну да, я говорю. Я же говорю, монголы дохли. Так что, переживать не о чем. Мы идем покорять запад. Так, ну шо. Это все, что мне великодушно отсыпал Чингисхан. Мы захватили Козельский. Сразу потопал, потопал по тапкам. Да подожди ты, дурачок. Боевый дух плюс 172. Теперь переживать уже не о чем. Можно мне, пожалуйста, немножечко этот Карошар вернуть обратно? Хотя, к черту он мне сдался. Нет, Карошар давайте все-таки вернем обратно. Надо до конца все доделывать. Господи. Он сейчас на этого монгола затриггерится. Я лично прослежу, чтобы ты атаковал Карошар. А не пошел куда-нибудь на бандитов. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Вот он где-то был. Вот был здесь наш Карошар. Все. Что-то разучился этот звук делать. Бузар. Олег Курский побежал в Курск. Окей. Гогенсолер мы, походу, так и не этого, да? Не приняли? Что это такое? Так, окей. Порт Фитхия, кстати, так и не взяли. Если уж на то пошло. Карс пока тоже держится. Не стоит забывать, что этот в деревню сейчас пойдет. Конечно. Логично. Нам же сейчас в деревне, друг мой, в приоритете. Хотя он практически ничего не теряет. Да, да, да. Все, давай, отцепись от этой... А, это не та деревня. Отцепись от этой несчастной деревни и пошли в Карошар. У Руси три этих... Три владения осталось. Так. Карошар. Давай. Жопу поднимаем. Карошар. Захватываем. О, Гамбург. А какого лешего, Гамбург? Пацаны, походу, немного перепутали, куда идти. Гамбург. Вот это поворот. Сейчас бы большой город захватывать. И это сейчас на Арслана пойдет и будет его по всей карте догонять. Ох, слава богу, он сообразил убежать. А, ну там кто-то сидит. Ну, я надеюсь, у нас Чингисхан его сомнет. Ммм, не знаю. Ну, по идее, Чингисхан фул элитная армия. Не знаю, не имею понятия. Сомнет, не сомнет вообще. Сделай что-нибудь, не сделай что-нибудь. Но погрызет его он точно знатно. А дальше я, может, смогу доделать его дело до конца. Не, он его пока сминает. Так сколько можно? Деревня, 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 господи. Ну, пусть, пусть Камапуля меня грызет пока здесь. Пусть она меня пока грызет. Между прочим, Камапуля в этом прохождении не слилась от индийских династий, потому что индийские династии я немного погрыз. Да как немного? Надо вот здесь вот разбираться. Здесь вообще такой бардак происходит. У меня под ударом может оказаться Дели и Девагири. Если на них пойдут, то я мигом переключусь. Да, Русь собирается на Коломна. И сильно ли мне Русь с двумя деревнями, с тремя деревнями мне сейчас помешает? Че по Гогенцолерну? А, все, Гогенцолерн грызут. Гогенцолерн грызут. Гамбург мне тут захватил кто-то. Не, смотрите, он его сминает. Он его, конечно, до конца, скорее всего, не доделает. Вот, Джайтропала едава. Это, между прочим, челик из Дантапуры. А что его так далеко выгнали? Бедняга, мне его жалко. Мне кажется, его там кто-то гонял просто по всей карте. Окей. Окей. Теперь, теперь, теперь все, кто могут, полетели на Состру. Надо византийцев сегодня щемить. Шинон, Бинак, Шатагаяр, Палерма. Вот, полетели, пацаны. Пока еще есть силы, полетели. Пока кто может, кто может. Ну, Чингисхану, мне кажется, надо уже начинать помогать потихоньку. Хотя нет, пока он не в меньшинстве, мы к нему не лезем. Потому что он потихоньку, видите, большинство нарастает. В одиннадцать, в десять человек он превосходство сохраняет. Ну, уже в шесть. Ну, смотрите, нет, он должен доделывать. Неужели не доделает до конца все? Нет, ну он до конца шел, он прям молодец. А я автобоем разберусь. Он, конечно, сейчас сольется. Да ну нафиг, посмотрите. Просто до конца парень шел. Молодец, красава. Просто лучший. Вот так вот. Вот такие дела. Карашар снова за нами. Ну что ж, друзья. Давайте поступим так. Раз уж вы и так любите сильно Steel & Flash, то... С вас 50 лайков. 50 лайков набираем, новая серия выходит. Ну, по крайней мере, я очень постараюсь. Но я точно буду следить за активностью под видосами и отвечать на комментарии. Ну что ж, а пока что с вами был Одинокий Снайпер. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте видео. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok